Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Тугушев. Наши войны пресекли атаки диверсионно-разведывательных и тактических групп украинских националистов на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом заявили в Минобороны. Там также добавили, российские передовые отряды ведут активные действия по освобождению западной части Артёмовска, блокированию Авдеевки и взятию под контроль Маринки. Штурмовым подразделениям помогает авиация, а также артиллерия. Еще одно нападение отражают в районе населенного пункта Мала-Ильиновка. Противник несет существенные потери в живой силе и технике. Минобороны также подчеркнули, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем. И опровергли появившиеся ранее в соцсетях сообщения о прорыве обороны. Новые примеры мужества и самоотверженности наших бойцов. Сержант Денис Печуги, несмотря на ранения, руководил своей группой в бою и нанес противнику серьезный урон. Лейтенант Иван Чекунов минометным огнем отбил нападение националистов. Кроме того, задержал вражеского разведчика, который выдал местоположение отряда боевиков. А в тыловом районе спецоперации бойцы штурмовых групп Центрального военного округа проводят занятия по боевому слаживанию. На полигоне оттачивают навыки ведения тактических действий в различных видах боя. Это захват опорного пункта, маневры в условиях городской местности, а также взаимодействие с экипажами танков. Особое внимание стрелковые подготовки. Занятия проводят инструкторы с боевым опытом. На полигоне занимаемся взятием опорных пунктов и также владением своим личным оружием. И стрелковые навыки, и работа по окопам в лесу, работа в лесных массивах. И, конечно же, индивидуальная работа каждого со своим личным оружием. Один мирный житель погиб и еще семеро получили ранения в результате массированного обстрела Горловки со стороны украинских националистов. По данным городской администрации, за минувшие сутки боевики выпустили по городу около сотни снарядов. Применили реактивную систему залпового огня «Град» и «Ураган», а также ствольную артиллерию. Во многих домах серьезные повреждения почти повсеместно выбиты стекла. Сейчас последствия обстрела ликвидируют. В Кировограде, это на Украине, суд отправил в тюрьму священников канонической православной церкви. К трем годам лишения свободы приговорены бывшие правящие архиереи и секретарь местной епархии. Их посчитали виновными в разжигании религиозной розни. Тело против священников открыла служба безопасности Украины, которая в числе первых реализует политику киевского режима в отношении канонической православной церкви. Ее представители в последние годы подвергаются преследованиям и из монастырей выселяют монахов в храмы, отбирают и передают ведение раскольнической ПЦУ православной церкви Украины. Вице-президент США Камала Харрис вновь дала повод для подозрения, что появилось на публике в нетрезвом виде. На этот раз во время выступления на церемонии приведения к присяге уполномоченных по работе с выходцами из Латинской Америки. Формулировала мысль, как обычно, на свой лад и прибегла к понятной одной ей метафоре, когда пыталась донести посыл о том, что мы все живем в обществе, а не изолировано друг от друга. Все дело в контексте. Моя мама иногда нас доставала. Она говорила нам, я не знаю, что с вами, молодыми людьми. Вам кажется, что вы только что упали с кокосового дерева. Вы существует в контексте. В котором вы все живете и те, кто пришествовал вам. За Камалой Харрис уже прочно закрепилась репутация политика, которая использует весьма странные речевые обороты. Пользователи соцсетей при этом время от времени напоминают о ее предвыборных дебатах. Она выступала за легализацию марихуаны. А на вопрос, употребляла ли сама, ответила смехом. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского, одного из известнейших поэтов середины 20 века, так называемых «шестидесятников». Сочнять стихи он начал еще в юношеские годы. Во многом его жизни определила встреча с Борисом Пастернаком. 14-летний Вознесенский просто нашел адрес и послал тетрадку своих стихов. Пастернак ответил и даже пригласил в гости. Но первая известность перешла в 25 лет. Литературная газета разместила его поэму «Мастера» о строительстве храма Василия Блаженного. Он называл Маяковского своим учителем. Сложный ритм, экстравагантные метафоры. В каждом слове даже не голос, а крик. И когда мы выходим на стадионы в Томске или на Рижские лужники, вас, понимающие потомки, тянутся к завтрашним сквозь стихи. Не все произведения поэта положительно принимались советской критикой. Вознесенский стал выступать сам со своими стихами вместе с Евтушенко, Ахмадулиной, Рождественским. В поэтические вечера собирали стадионы, а переполненный зал политеха стал одним из символов эпохи оттепели. Пришла слава, а потом был конфликт с Хрущевым и одиночество. Но он не сломался, а сумел превратить удар во вдохновение. Его стихи и песни стали поистине народными. Я тебя никогда не забуду. Эфир Первого канала продолжит программа «Доброе утро». Итак, впереди выходные. Банщик Виктор Закамалдин настоятельно советует всем выкроить в своем графике часок, чтобы отправиться в баньку. Если здоровье, конечно, позволяет попариться, а заодно и провести закаливающие процедуры. Хотите, чтобы простуды к вам не прилипали, а сердце работало идеально? Проведем контрастные процедуры в бане. Ложимся на полок, проходимся по телу дубовыми вениками. Нам нужно разогреться.